Пацаны, всем привет! Это пятый сезон БУ Баттла. И как вы знаете, у нас уже прошли два этапа. Это гонки по асфальту и также прятки. Конечный счет сейчас 1-1. И сегодня у нас третий этап, боевой. Мы гоняли до этого по асфальту, а сегодня мы будем гонять по грунтам. И посмотрим, кто быстрее в таких условиях, когда твоя жопа может быть закинута на 100 км в час боком, и ты такой... У нас же мощные тачки, 131 лошадиная сила у каждого, плюс заварка. У меня только, у Пахи теперь нет, и это огромный плюс. Короче, сегодня у нас этап ралли, пацаны. И наши машины, скажу вам честно, не в самом лучшем техническом состоянии. Это я прям в импи... пацаны. У Пахи, короче, выливается масло, что-то трет. У меня стуки в заднем мосту такие, как будто, ну все, ну приехали, короче. Как будто кардан так взяли, вот так вот узелок связали, но нет, она почему-то дальше едет. Короче, мне безумно страшно, Пахи тоже. В любом случае, один из нас, кто-то в живых, должен остаться и выложить эту серийку. Короче, с вас минимум 30 тысяч лайков. Это пятый сезон Боу Баттла, самый дорогой, самый тупой. Мы начинаем. Поехали. Поехали мы на то же самое место, на котором мы были в прошлом ралли. На Сотке и на Волге мы здесь гоняли. Просто обычная грунтовая дорога. У меня тут... посмотрите, да? Масло просто раскидывает из моста только так. Все это еще, когда я еду, от торможения начинает гореть, дымится, воняет прям вообще полная жопа. Все трет, что-то стучит. Знаете, вот когда я еду по ямам, ощущение, что вот морда нормально амортизирует, а сзади как будто вместо пружины амортизаторов просто два лома вварили и все. Как на Формуле 1. Бум-бум! Вот так вот. Короче, у меня полная жопа. Мне кажется, у меня либо редуктор заклинит из-за отсутствия масла, либо колеса отвалятся. А, ну или колеса лопнут, потому что то колесо трется внутри об арку. В общем, весьма все печально. У Максима на самом деле не лучше, потому что у него какие-то стуки прям на ходу рандомные. Походу у него редуктор разваливается, может заварка, может что-то с карданом. Но я все-таки склоняюсь к тому, что у тебя редуктор начинает по бороде идти. У него прям реально скорости выбивает, что-то тоже стучит, аж в спину отдает, он сказал. Будет стрёмно. Но в любом случае мы уже здесь. Мы, получается, стоим на финише и нужно ехать. А, еще вдобавок ко всему что-то у меня походу с тормозами, потому что педаль начала проваливаться в пол. Нормальные они становятся только со второго качка. Ну, короче, машина у нас максимально веселая в этот раз. О, кстати, у тебя с этого, с моста ссыт, вон, видишь, снизу капли. Прямо по центру ровно. Ну, вот на самом деле, видимых таких повреждений нет. Но реально стуки такие, пацаны, поверьте мне на слово, как будто кто-то землю вот так вот взял, планету, и вот так вот потрес. Вот то же самое у меня сейчас было на ходу. Друзья, уже с 10 июня возвращается всеми наша любимая испанская футбольная лига, Ла Лига. Выбирайте лучшую команду и сделайте просмотр своего матча более интересным с помощью наших друзей One X. Они просто лучшие в своем деле. Кстати, для новичков у них появилась крутая акция со страховкой до 10 долларов на вашу ставочку. И не забывайте вводить наш промокод «ГВРАВТО», введя который вы получите до 100 долларов на ваш первый депозит. Вся инфа будет, как всегда, в закрепе. Если вы помните, то с «Волгой», с той на крысе и с соткой мы как делали? Ехал, допустим, Максим, я к нему в «Волгу» садился с секундомером, и со мной точно так же садился Максим в сотку и тоже с секундомером. Сейчас же мы будем делать по-другому. Мы будем по одному стартовать, висеть на трубе, сообщать о проезжающих машинах, и тот человек, который будет на финише стоять, он будет с секундомером. Как-то стримно я объяснил. Ну, короче, допустим, смотрите, я буду ехать на «Вольве», встану на старт, позвоню Максиму. Максим на финише с телефоном, он такой на секундомере «хопа», запустил, пах, поехал, я поеду. И здесь так же он завершит, когда финиширую. Вот сейчас вроде получше объяснил. Ну что, давай на КМН, кто первый помчит? Давай ты. Нет, давай на КМН, вот реально. Мне «Волга» досталась, давайте. Давай, кто проиграет, тот первый. Давай. Раз, два, три. Сука. Прости. Пацаны, вы не представляете, как я очкую. Он решил затестить просто сразу. Вдруг что-то сломается, и он не поедет. Я сделаю так же. Короче, я стою, вот если что, в финиш. Это бутылка. Старт паха знает где. Там знак. Вот. Надеюсь, что он не зацепит мою пушку. Хотя нет, это же кусок говна. Чего, я оговорился. Я отправляюсь на старт. Немножко, если честно, страх есть. Но я думаю, что справлюсь. Сейчас высажу Витала куда-нибудь, чтобы он подснял со стороны. Вот. И поеду на старт, буду звонить Максиму. Если что, Максим сообщит мне о машине какой-нибудь, и я как бы, ну, газ отпущу, не буду гнать. У нас все схвачено. Так, надо немножко, это, ну, горцануть, понять, как она вообще есть у меня шансы выиграть-то. В пол. Слушайте, ну, ее даже, вроде, не закидывает сильно. Поэтому, я думаю, будет все хорошо. О, о, о. Подсносит. Блин, вот как не крути, все-таки привод-то задний. О, 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 вообще хорошечно. Друзья, давайте немножко отличемся. Мы хотим с паха порекомендовать вам мобильный КРМП. Прикиньте, если всю движуху из ГТА взять и перенести в Россию. И вы берете свою мобилку, и, как я, катите на белой приоре, по родным улочкам России к своему падику. Все это Барви ХРП. Вся эта движуха онлайн. И помимо огромной русской карты, мы здесь имеем целый автопарк машин из реальной жизни. Начиная от отечественных, приора, запорожец, инвалидка. Потом идут иномарки. Там их огромное количество. И заканчивая все это гиперкарами. Вы можете быть обычным пацанчиком, который со своим корешем едут по делам куда-то. Вы общаетесь через войсчат, заскакиваете в ларев, покупаете там лимонад и катите, например, на гоночный трек. Но вы также можете быть каким-нибудь полицейским, пожарным, врачом, каким-нибудь президентом целого города. Да здесь просто огромное количество всяких фракций и должностей. В любом случае вы найдете, чем здесь себя занять. Здесь огромное количество всяких возможностей. Чтобы в это поиграть, не нужно делать практически ничего. Просто качаете лаунчер, и он все делает за вас автоматически. Все скачивает, и вы заходите в игру, и просто наслаждаетесь игровым процессом. Если вас это заинтересовало, то бегом в описание, качайте по нашей ссылке. Мы, кстати, с Пахой играем на третьем сервере и снимаем летсплеер. Вы можете нас там увидеть. Стартуем вот от этого знака, вот от этого. Вот. Подожди, сейчас. Вот мимо меня машина проезжает, так что дождемся, когда он до тебя доедет. Тем более, что это фура, ебаная. Сейчас, короче, тогда эта фура проедет, и я стартую, да? Да. О, пацаны, этот кран едет, о котором Максим говорил. Я на финише. В руках у меня секундомер. Готов, Пах? Сейчас, погоди, чуть-чуть. Секундочку, буквально. Пыля сядет за ним? О, давай. Машин нет. Все, я готов. Давай. Раз. Подожди. Что? Старт неуспешный какой-то. Да. У меня что-то позвонил. Ты готов? А поставь этот на всякий режим полета. Поставил? А, блять, нет, нет, нет. Вас приветствует автоответчик. Оставьте. Как мы по телефону-то будем говорить? Ебаный дебил. Ай, нахуй я ему сказал режим полета поставить. Мы с тобой два дебила. Да. Раз, два, три. В отсечку ушел. Я слышу в телефоне, как он стартанул. А на меня мухи садятся, как на говно. Что-то меня так закинуло не по-детски. Блять, я не хочу ехать, сука. Тише, тише. Блять, это так стрёмно. Блять, это ты летишь по звукам вообще жесть. Такие звуки, как от самолета. Стремно жесть, Максим. Ты не представляешь как. Офигеть, он летит. Реально самолет как будто едет. Давай, давай. Крутись, моя родная. Сморок, секунду, блять. Пацаны, отпишите, пожалуйста, в комментарии предыдущие результаты того Боу-Баттла. Того этапа ралли. Очень интересно будет посмотреть. Кому я пас. Он летит, он летит, он летит. Он оттормаживает теперь с бородом. Так, пустите, смотрите, пацаны. Ебаный, что летит. Так, и минута, ровно минута и 78 сотых. Ровно минута, короче. Ровно минута, да, и 78 сотых. Делаю скриншот. Давай, смотри. Вот, и посмотрите, с какой пылью он пронесся. А теперь моя очередь, в которой я очень не хочу ехать, если честно. Минута 78. Слушай, по-моему, в прошлые разы на сутки на Волге у нас не было таких результатов. По-моему, было больше минуты. Ну ты очень быстро проехал. Я прям реально слышал, как будто самолет какой-то летит. А я, слушай, я даже четвертую не включал. Я прям тянул третью до тысяч шести, наверное, пяти. О, о, бочком, бочком. Ай, без заварки не идет так, как могла бы. Я, по-моему, мост потерял. Вот она, легенда скандинавская. Проехала свой этап. И паха даже жив. Вот так вот, пацаны. Немножко маслица подгорает на коресах. Земля. Твердая земля. Страшновато. У меня руки трясутся, клянусь. У тебя трясутся? Ну, страшновато так немножечко. А что там масло-то фига? Короче, пацаны, если я приеду с такой же подливой в трусах, не оббесудьте меня. Дымит вообще жесть. Обгорает, сука. Че, окно не закрыть? Волга! Ну, закрылась вроде. Ну, блин, напылил хорошо, конечно. Да и ушел красиво, если честно. На заварке все-таки, блин, Волга это делает вещи. Блин, как же я очкую. Капец, я никогда в жизни так не очковал. Никогда. Я вам серьезно говорю. Никогда в жизни мне так еще не было страшно. Мы творили всякую дичь, но так мне еще не было страшно никогда. Просто звуки такие, я боюсь, что у меня что-то заклинит, короче. Вот это все, что я первое включил. Капец. Капец. Сталок товаров, далее автоэмотов, все разделы, автозвук и электроника. И вот радар-детекторы. Что тут вообще есть? Популярные модели. На первом месте Silverstone. 7000 он стоит, это дорого. Во, Neoline X-Cop. 4800. В принципе цена адекватная. Надо глянуть отзывы. Что о нем вообще пишут? Хорошая модель, хорошая модель, хорошая, отличная. Слушайте, все отзывы в основном положительные. Парочка есть негативных, но большинство положительных. Ну а самое главное по ценнику-то что у него? 7200, 7200, 7200, 5700, 5700, 5800, 7500, о, 4850. За 4850, я думаю, это вообще отличный выбор. Думаю, в ближайшее время купим себе именно по такому радар-детектору. Ну а если вам тоже нужно что-то подобрать, почитать отзывы, сравнить товары, у них есть очень удобная система сравнений, или же просто найти самое выгодное предложение, то все ссылки на я-каталог будут в описании. Ну и как вы уже поняли, сейчас с Максимом делаем ту же самую систему. Он мне сейчас наберет, я буду секундомером с телефоном в руках и замерим его время. Надеюсь, у него все будет хорошо и он никак это там не улетит никуда, ничего у него там не заклинит. Алло, слышно меня? Да. Готов? Да. Раз, два, три. Ааа, как мне страшно, блядь! Пи***ц! Отойду подальше от дороги. Пи***ц, нормальный, идем. Главное, чтобы не в повороте заклинило. Не буду включать четвертую. Вообще жесть, страшно! На третьей 120 иду, 120! Вообще жесть! Так, 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 так! Да ну нах! Еб***ь! Видишь? 57! Странная, сука, ты не заклинила! Максим! Да! 57! Да! Капец! Че так страшно вообще? Все трясется! Вот прямо реально руки, ручка КФП, все трясется! Ну и че ты сдохла? Че-то у меня машина сдохла! Зб***ь! Жарковато немножко! Я вообще че-то не догоняю! Почему я так плохо проехал? Что за херня? Почему Волга выиграла? Может я сильно слабо шел? Это говно даже жило! И оно даже едет! Ох, е**ть! Ох, е**ть! Хорошо, что я был постегнут! Так, без паники! А че за херня, я что-то не понял! Максим, что, в овраг ушел, нахуй? Бл***ь! Бл***ь, он перевернулся, е**ть! Ты е**ть! В смысле, нахуй? Нет! Ты серьезно, б**ть? Ты б**ть, серьезно? Ты что, б**ть, серьезно, нахуй? Хорошо, что я был пристегнут! Я был пристегнут в соседнюю эту х**ю! Вообще, я просто сидел, вообще ничего не произошло! Я был уверен, что я не перевернусь! Я сижу, че-то, ну, пи**ю, что я че-то, б**ть, х**ю проехал, время у меня большое! Слышу, ты едешь! Потом такой, сижу, а звука больше нет! Налево смотрю, пыль, думаю! Смотри, Ванек бежит, думаю, е**ть, по ключам даю, е**ть! И ты вылазишь такой, а че, б**ть, я у**лся! Короче, я был пристегнут, пацаны, пристегнут! А как это произошло-то? Да я блоком хотел подъехать красиво! Ииии! Ну, я вот, видишь, следы, я начинаю ставиться, вот здесь! Я думал, что я просто съеду в канаву! А меня, короче, типа, жопу завертело! И это... Все, сука, обидно, я... Телефон не разбил? Не, нормально! Я переживал, что у меня заклинит, в итоге, прикиньте, я сам за*****л себя! Надо за металом съездить, я думаю... Я поеду, я поеду, он на*****т, я думаю! Вообще дно целковое, и как удобно теперь диагностировать! Ну а че, редуктор немного сыт, ну смотри, какое дно идеальное, пах! Ну да! Вообще, даже пороги целые! Ну? Крепления моста все целые! Все, все цело, все цело! Ну, кроме, бл**ть, одного нюанса! Она на*****, на крыше лежит! Мне интересно, а там че-нибудь по стойкам поменял? Б**ть, там сейчас все масло из мотора вытечет! Бенц вытекает, видишь? Через тревогину! А, да! Ну я, слава богу, сегодня только на три сотки заправился! А! Не, ну это жесть, бл**ть! Короче, еще раз, может кто не понял, как так получилось? Я самое главное, что выиграл этап, все нормально! Но, решил свою победу немножко отметить! Вот! Еду оттуда, начинаю ставиться вот следы! Понимаю, короче, что здесь она у меня не переложится, короче! И я, короче, даю по тискам! А тут просто обрыв, сука, сильный! Шо мы имеем? Лобовое целое, все целое, потолок, сука, немного в масле, не знаю, как ехать теперь! Надо водички взять попить! Ванюк! Тут немного твоя сумка перевернулась со мной вместе! А прикиньте, если б мы делали, как в том ралли на той Волге, на крысе и на сотке? Ну, типа, допустим, я был бы сбоку с Максом и замерял бы его, а он со мной! Как бы я сейчас там бы мог тоже быть! Вызвали сейчас, кстати, эвакуатор, должен, в принципе, сюда приехать, ну, манипулятор! И я думаю, что как-то он сможет достать! Мы вообще хотели, типа, за джипом ехать, но мы, блин, часов пять на это убьем! Это надо на Вольве, ехать за джипом, брать джип, ехать сюда! Еще непонятно, как ее переворачивать, как на джипе сюда заезжать! Короче, геморр просто! Вот, но думаю, что вытащим! И я думаю, что там не особо что-то пострадало! Да, какие-нибудь вмятинки будут, но, в принципе, я думаю, не критично! Масло залить, а то оно сейчас все вытекет! Бенза тоже залить! Судя по всему, бенз уже весь вытек! Вот, и я думаю, поездит еще! Тюнинг батл будет! Здесь просто делаем то, что умел делать хлеб! Я просто за угрозу сказал, что здесь был выбор! У меня была мечта, и было не до их ебаных игр! Я всего лишь хотела платить! Тихо, как падут, здесь падут весь портал! Короче, все не так хорошо, как казалось! Крыша замята! Вот, с задней стороны вообще жестко! Блин, у нас там небольшие проблемы с Волгой! С ее доставанием, точнее! Получается, вот эти лапы, которые выдвигаются у эвакуатора, проваливаются в песок, и приходится там, это, играться, короче! Там все усложнилось, вот! Но, можно сказать одно, Волгу мы, пацаны, подвосстановим, ибо батл продолжается! Максим, а ты сколько хп потратил, когда перевернулся? Голова болит! Сэр, улечи! Не, смотри, вот эта задняя стойка подзамялась так! Ушла! И дверь тоже так замялась! С крышей вообще жесть, да! Ну, короче, тебе повезло, что крыша так сзади смялась, а не спереди! Ну все, друзья, Волга в гараже! И, как бы, ну, в принципе, серия на этом подходит к концу! И итог вот такой! Но, блин, мне кажется, это выравнивать будет сложно! Это такая себе вмятинка, не сильно лайтовая, а такая достаточно серьезная! Бока, в принципе, ну, целые, так крылья там задние подзамялись, вот эта дверь подзамялась, и, по-моему, правое переднее крыло чуть-чуть, но бока в сравнении с крышей это вообще фигня! А мне добавить нечего, пацаны! В любом случае, эта корыта нужно восстанавливать, чтобы Буу-Базл продолжался! Поэтому в следующей серии как-то будем это все выравнивать дело! Немного шпакля, пару ведер, и поедем! Какой шпакля? Ты что, долбанулся, что ли? В идеал, что ли, хочешь восстановить? Яйцо! В общем, подписывайтесь, жмите лайк, колокольчик, ждите следующую серию, ну и все! Всем пока! Бу-Батл на этом не заканчивается, вы не думайте! Мы будем продолжать! У нас еще тюнинг-батл впереди! И еще что-нибудь придумаем, в общем! Мы не заканчиваем! С dia şimdi! 2-3-5-7-7-7-7-7-7-7-7-6-8-7-7-7-11-7-7-7-7-7-7-7,-7-8-7-...